В годовщину смерти Юлии Началовой, ее мама, просит всех пришедших на кладбище помянуть дочь. Черный гранит, огромный портрет и маленький ангел из белого мрамора. По задумке скульптора он должен охранять покой так рано ушедшей певицы. Да, такие события трудно чем-то залечить, когда теряешь дочь, когда молодая, красивая, талантливая, уходит. Вера Алдонина, 16-летняя дочь Юлии Началовой, от брака с футболистом Евгением Алдонином, до сих пор не может смириться с потерей. Мама для нее теперь живет в воспоминаниях, которые она бережно хранит. Для меня одно из самых таких ярких воспоминаний, это тоже лето 18-го года, когда мы поехали в ресторан, где праздновали свадьбу моих родителей, смотреть матч России-Хорватии, чем зам мира. Это очень было яркое воспоминание. Вера до сих пор помнит тот день, когда не стала мамой. Она летела на учебу в Лондон, и близкие пытались как можно дольше уберечь девочку от страшной новости. У дочери Юлии Началовой даже забирали телефон, чтобы она не узнала о случившемся из интернета. Сегодня, став взрослее на 4 года, Вера считает, что время не лечит. Она не имеет свойства лечить, она имеет свойства помочь человеку адаптироваться. В свое время визитной карточкой Юлии Началовой стала песней «Герой не моего романа». Этот хит от нее требовали на всех концертах и корпоративах, напрочь забыв, что песен в дискографии Началовой аж на 8 сольных альбомов. Она, безусловно, была прекрасной вокалисткой, она искала себя и искала свой репертуар. И мне кажется, что она его, в общем-то, в определенный момент нащупала, и просто ей не хватило времени, чтобы полностью реализоваться, как большая звезда. Главный хит Началовой перепела ее дочь. На маму Вера оказалась похожа не только внешне. Мы как-то записывали «Герой не моего романа» и включила, и вздрогнула просто, хотя сам записываю. Очень похож голос, тембральный. Похож, похож на Юлина. Тогда, в уже таком далеком 81-м, он думал, что у них с женой Таисии родится сын. Виктор Началов даже написал «Колыбельную», но после звонка из роддома срочно поменял в песне всего одно слово. Засыпай, сыночек, складывай корочки, отгони заботы. Ты на время прочь. Ну, удачный рифм был оттенок. Засыпай, дочурка. Он начал заниматься с ней вокалом. Едва только Юля произнесла свое первое слово. А сегодня готов сдувать пылинки со своей единственной внучки. Вера, она в какой-то мере облегчила нам, облегчила, как бы рассказать, полную ситуацию. Она растет, как будто наша дочь. И внучка, и дочка одновременно. Очень легко, позитивно. Как в нормальной, нормальной семье. Дочь Юлии Началова еще не решила, стоит ли ей начинать карьеру певицы. Но свое будущее связывает со сценой. Я не буду исключать полностью возможности того, что я буду петь. Потому что, скорее всего, я буду петь. И буду исключать, естественно, возможность театра. Потому что, ну, в принципе, творчество. И здесь уже нет такого разделения. Это все, в принципе, сценическое искусство. Юлия Началова ушла навсегда, 4 года назад. Заражение крови, сердечная недостаточность. Певице было 38 лет. В смерть Началовой до сих пор сложно поверить не только ее родственникам, но и лечащему врачу. Я не верил, что она погибнет. Конечно, это в голове не укладывается. Могила певицы утопает не в снегу, а в цветах. А хапки роз сюда несут почти каждый день, вне зависимости от памятных дат. Ей признаются в любви, просят о помощи, читают стихи среди траурных венков и даже поют песни. Большой звездой певица стала уже после смерти. Восторженные комментарии о творчестве, миллионы просмотров. И каждый день все новые и новые подписчики. При Юле, вот сколько, 10 лет было, было только 6 тысяч. Все 10 лет. И ничего не прибавляли. Вот как только первый день она умерла, я не знаю, через какой-то, через дня-два я сразу посмотрю, у меня уже 16 тысяч. У меня 10 тысяч прибавилось в один день. При этом в скандальной эпопее с наследством певицы до сих пор не поставлена точка. Самым долгим у Началовой был брак с футболистом Евгением Алдонином. Он же подарил Юле квартиру в вылетном доме. И даже после развода женщина оставалась в теплых отношениях с отцом их общего ребенка. С Евгением у Юли были очень хорошие ровные отношения, какие могут быть у двух цивилизованных людей, которые расстались как мужчина и женщина, но у них есть общий ребенок. И они прекрасно взаимодействовали. Женя в курсе всех событий, которые в жизни веруют. Когда в жизни Началовой появился еще один спортсмен, хоккеист Александр Фролов, глядя на их счастливые лица, многим могло показаться – это судьба. А оказалось – подсудное дело. На закате карьеры, расставшись с Юлей, Фролов потребовал вернуть должок. Якобы певица отписала ему половину квартиры за те деньги, что он вложил в ремонт. Они квартиру продают из-за него. Продать только я не мог, ее никто не берет за такую сумму. Ну, сами люди только из кризиса выходят. Откуда такие деньги-то? Трехкомнатные апартаменты Началовой сегодня выставлены на продажу. Цена вопроса – 87 миллионов рублей. Но желающих купить квартиру по-прежнему нет. По поводу квартиры, в которой Юля жила, претензии на половину этой квартиры со стороны Фролова так и остались. И никуда они не денутся, эти претензии. И если эта квартира продастся, то, к сожалению, ее придется делить. Виктор Началов уверен, они справятся со всеми проблемами. А его главный долг – сохранить светлую память о Юле и во всем помогать внучке. Также о Вере заботятся ее отец Евгений Алдонин и крестная мать Лариса Долина. Да, Лариса Долина – это наша крестная мама у Веры. И надо сказать ей большое спасибо. Она действительно и постоянно на связи, постоянно нас куда-то приглашает. И мы тоже, если у нас какое-то событие, то мы очень дружим. Вера Алдонина прислушивается ко всем советам своей крестной. Она очень деньгодотный человек, она очень такой серьезный артист, поэтому, естественно, у нее нет большого количества времени, чтобы со мной проводить. Но как она может, она выбирается, либо вместе с своей внучкой приезжает, часто еще с Виной, с дочкой. О тех счастливых днях, которые они проводили вместе, Вере Алдониной теперь напоминает их шпиц Джонни, который появился в семье 8 лет назад. С ним связана довольно забавная история, потому что мама говорит, хочу к адресу померанского шпица. Мы думаем, ну, вперед. А привезли обычного немецкого. Мы думаем, ну, такой лапочками менять не надо. Сегодня главная цель Веры – успешно закончить школу. В свободное время дочь Юлии Началовой занимается хореографией, вокалом и актерским мастерством. Девушка мечтает стать звездой мюзиклов, и в этом ее поддерживает крестная. А Лариса Долина плохого не посоветует. И это точно не слухи. В это трудно поверить, но с гитарой в его руках они почти ровесники. Это все старое, ламповое, все, как я люблю. Гитарка 66-го года. Сегодня Валерию Сюткину исполнилось 65. Музыкант признается, возраст, конечно, чувствуется, ведь с годами приходит не только мудрость. Без всякого хоккейства, скажу вам ответственно, ощущаю. Где-то подкололо, где-то не смыкается, как в юности. А что делать? Ну мы же на обаянии работаем. Песни, написанные с Петой Сюткиным, уже давно стали классикой отечественного рок-н-ролла. Даже если он на концертах забудет слова, поклонники подхватят с любой строчки. Если я забываю слова, я обычно начинаю что-то рассказывать. Говорю, кстати, я вот эта песня продолжаю, музыкант играет. А к припеву я подцепляюсь, и люди думают, что это так задумано. А на самом деле это ривиально, конечно, забыл слова. Уже почти три десятка лет певец счастлив в браке с женой Виолой. У Сюткина удивительный семейный статус. Он и дедушка, и молодой отец. Это вам не шутки, это Лёва Сюткин. Да. Два года назад у пары родился сын Лёва, по-семейному Лео. И вместе с ним родители переживают вторую молодость. Шагает солнце по бульварам, сегодня солнце влюблено. И на ходу влюбленным парам, улыбается она. Валерий Сюткин женат третьим браком. Но именно Виолу музыкант называет главной женщиной своей жизни. А центр Москвы своим главным местом силы. У меня нет загородного дома, вот здесь, в Москве. Мы арендовали, пока Виола вынашивала Лёву, и пока он был маленький. А так мы в центре живём, потому что я парень с Чистопрудного бульвара. Покровский бульвар Чистопрудный, Сретенский. Вот мой кусочек такой, моя малая родина. Валерий Сюткин вырос на хитровке. Отец преподаватель военно-инженерной академии имени Куйбышева. Принимал участие в строительстве Байконура. Мать работала в Московском научно-исследовательском радиотехническом институте. А вот сына к точным наукам не тянуло. Он выбрал рок-н-ролл. Металист Петров. Прежде чем заняться музыкой профессионально, он работал помощником повара. Барменом, грузчиком на белорусском вокзале. И даже проводником в поездах дальнего следования. Сюткин выступал в пяти группах. Но звездой всероссийского масштаба он стал, когда попал в Браво. Вместе с Браво Сюткин выдал ударную пятилетку и ушел из группы на пике славы. Тогда многие подумали, что солист покинул коллектив из-за того, что его перестали устраивать гонорары. Но это всего лишь слухи. Любит рассуждать там про деньги, говорить там, этого не было. Просто Валера, он фонтанировал песнями, стихами, песнями. А в группе Браво, понятно дело, что музыку писал только Женя Хафтану. Это была его позиция. И Валере оставались только стихи. Его первая же сольная песня стала абсолютным хитом. Поздний час, половина первых, семь тысяч над землей. С лидером Браво Евгением Хафтаном Сюткин остался в приятельских отношениях. И регулярно выступает на юбилейных концертах группы. Сейчас, вообще-то, Сюткин выступает с произведениями разных композиторов. Но какую-то значимую часть его репертуара составляет песня Евгения Хафтана, которая вообще, по идее, мог бы ему в случае какого-то конфликта запретить. Нет, не запретил. И правильно сделал. Группа Браво не только принесла Сюткину известность, но и его главную любовь. С Виолой Валерий познакомился в 1992 году на гастролях. Ей тогда только-только исполнилось 18. По словам Евгения Фридленда, о романе мужа на стороне тогдашняя жена Сюткина узнала случайно. Рано утром приехали с гастролей, он сидел на кухне, там, видимо, завтракал. А жена то ли с просовни, то ли еще как-то заходит на кухню и спрашивает. Ну что рассказывай? А ему показалось, что это тональность такая, что она все знает уже. Хотя в коллектив был такой, что никто его не выдавал, никто не рассказывал, хотя знали уже, что у него начался роман. И он говорит, ну все, давай, я тебе сейчас расскажу, садись. Сегодня Валерий Сюткин говорит, что да, у него был не один брак, зато любовь у него одна. А в качестве идеала семейных отношений, которым стоит стремиться, приводит пример Александра Ширвинда, с которым однажды возвращался с гастролей. Когда мы прилетели в Москву, он предложил отметить наш совместный тур, и он сделал звонок жене, который я запомнил на всю жизнь. Выглядело это так. Он набрал жену на том конце, сказал, алло. Он сказал, будьте в напряжении. И выключил телефон. Я видел взаимопонимание в семье. Видел. Полное. Полное взаимопонимание в семье Сюткиных. Они всегда обходили стороной любые скандалы. Но сразу после рождения сына музыканту то и дело стали звонить журналисты, требуя подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Сюткины воспользовались услугами суррогатной матери. Певец ответил так же изящно, как пишет слова к собственным песням. К тому же есть темы, которые он не готов обсуждать не то, что с журналистами, но и с друзьями. Он дистанцируется абсолютно от желтой истории. И если кто-то хочет с ней покопаться, то вряд ли что получится. Он очень ревностно к этому относится, не пуская туда даже друзей и правильно делает. В первом браке в 1980 году у Сюткина родилась дочь Елена. Сейчас она дипломированный юрист. Во втором союзе у Валерия появился сын Максим. А Виола подарила музыканту дочь и сына. Аба собрана. Я имею в виду четыре человека. Два мальчика, две девочки. Как отец, я думаю, что я свою лепту в демографию страны нашей внес. Собственно, юбилей он желает здоровья всем своим близким. Особенно 89-летней маме и любимой тёще Тамаре. Для себя музыкант просит немногого. Я так и говорю, дай мне ещё один денёчек Всевышний поделать мою любимую работу. И дай мне возможность увидеть завтрашний день. Валерий Сюткин считает, что теперь он просто обязан прислушиваться к своему организму. Ведь ему нужно прожить ещё как минимум 16 лет, чтобы успеть поднять сына на ноги. И тут главное не сомневаться в самом себе. И это точно не слухи. В элитном посёлке Крёкшино волнение. Соседи Анастасии Заворотнюк не любят лишнего внимания. Ещё бы, коттеджи здесь стоят по несколько сотен миллионов рублей. Чужие не ходят, а свои скупы на слова. Ой, нет, девочки, я тороплюсь. Этой весной Заворотнюк снова попала на страницы всех таблоидов. Актрисе приписывают кучу долгов. Кто-то ведёт онлайн-трансляцию из больницы, где она якобы лежит. Кто-то утверждает, что никакой болезни у неё на самом деле нет. В сети и вовсе Заворотнюк уже в который раз хоронят. Я прошу всех, кто меня видит, слышит, мысленно желать Насте выпутаться. Выйти из этой беды с наименьшими потерями и вернуться к нормальной жизни. Родственники Заворотнюк стараются избегать общения с прессой, а её муж Пётр Чернышёв редко появляется на публике. В прежде гостеприимный дом теперь не пускают даже некогда близких друзей. Мы живём какими-то слухами, домыслами. Непонятно, что происходит с Анастасией. Я себе накрутила вообще непонятно что. Я уже даже не понимаю, среди живых ли Анастасия. Где она? Как она? Недавно в сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк очень скоро вернётся на телеэкраны. Речь идёт о сериале, в котором она сыграла ещё 6 лет назад. И всё это время он лежал на полке. Похоже, что в ближайшее время премьера ждать точно не стоит. Сейчас очень важно, особенно учитывая её нынешнее состояние, выставить Анастасию в очень правильном свете, её героиню. Хотя она появляется на экране очень ненадолго. Всего в двух сериях, а в сериале около 20 серий. То есть мы понимаем, что её экранное время, ну, мягко говоря, не такое большое. А интерес зрителей этот сериал может вызывать только благодаря её участию. В интернете активно обсуждают состояние Анастасии Заворотнюк. Актриса якобы проходила терапию в российско-израильской онкологической больнице, которая находится в Москве, и выписалась оттуда в конце февраля. А вы видели эти фотографии? Фотографии, видео, там, выписку нет. Мы никто ничего не видели. Здесь одна история. Либо она действительно, её нет в живых, либо она вообще не болела, а где-то живёт за границей. В самой клинике, где уникальным методом лечат рак головного мозга, информацию о Заворотнюк не подтверждают, но и не опровергают. Врачи тщательно заботятся не только о здоровье, но и о безопасности своих пациентов. К настоящему времени мы накопили достаточно много наблюдений, когда, казалось бы, обречённые пациенты обретают второй шанс. И живут и многие месяцы, и даже уже годы после этой процедуры. Это одно из последних появлений Анастасии Заворотнюк на публике. Четыре года назад актриса открывала ювелирный бутик в Ереване. Лимузины, бриллианты и грузь в глазах специально приглашённой звезды. В Армении она купила нательный крестик, а по возвращении домой пропала из светской хроники. Верить слухам о том, что Заворотнюк серьёзно больна, до последнего отказывались её друзья и коллеги. Я не поверила сначала. Думаю, СМИ врут, как всегда. Может быть, всё это не так страшно. И вдруг я поняла, что болезнь-то очень серьёзная. Предположительно, у актрисы диагностировали глиобластому – опухоль мозга. Тогда же пошли слухи, что спровоцировать её могла процедура ЭКО. Раньше ходили слухи по поводу того, что Настя собирается разводиться с Петей. Это ещё когда она не была беременна милой. То есть потом она забеременела, родила. И после ЭКО мы же понимаем прекрасно о том, что Настя была старше Петя. И у неё там не получалось. А ЭКО – это очень опасная штука. ЭКО действительно может повлиять на здоровье женщины. Но и опасность экстракорпорального оплодотворения явно преувеличена. Потому что на сниженном иммунитете возможны проблемы разного плана. В том числе и онкологическая патология. Но напрямую, опять же, не доказано, что беременность провоцирует развитие опухоли. Много лет она искала себя в театре и кино. Но как часто вводится в актёрской среде, всё решил случай. Заворотнюк пришла на пробы в сериал, даже не зная его названия. О страстях царячих в доме продюсера Шаталина вся страна узнала в середине нулевых. Папа, она нам не подходит. Ой, ты зайка моя. Да как же я не подхожу, когда я тебе ещё не спела. Роль няни Вики в один миг превратила малоизвестную актрису в суперзвезду. После оглушительного успеха сериала, выпускница школы студии МХАТ была нарасхванной. Ради съёмок ей пришлось отказаться от работы в театре. Ну тут у Насти такая бурная личная жизнь, дети, дом, семья. И, конечно, уже совмещать её шоу-деятельность с театром, со съёмками, наверное, было сложно. Два неудачных брака, слухи о многочисленных романах. И только один человек смог по-настоящему растопить лёд в её сердце. Фигурист Пётр Чернышёв стал главным мужчиной в жизни Анастасии Заворотнюк. Но сегодня и он хранит молчание. Безусловно, Петру есть друзья, которые помогают. И у нас было шоу. Когда-то я делала в Москве одно шоу. Мы сделали все деньги, которые мы заработали, перевели Петру в помощь. И ребята, все фигуристы выступали бесплатно. Анастасия Заворотнюк исчезла из соцсети и перестала появляться на светских тусовках сразу после рождения дочери. В хлёстких и страшных заголовках актрисы успели погрузить в кому, похоронить, воскресить и заподозрить в обмане. Якобы она решила скрыться от многочисленных кредиторов. Всегда говорили, что она берёт кредиты, деньги, займы, всех обманывает. Не потому, что она этого хочет, а потому, что она не умеет считать деньги. Она их тратит больше, чем надо. И потом не может отдать. В таблоидах пишут, что есть долги и у родственников Анастасии Заворотнюк. Но так ли это на самом деле? В Анастасии порядка 4-5 исполнительных производств на 300 рублей. Какие-то там долги на 1000 рублей. Самый большой долг этот был по налогам в порядка 30-2000 рублей, если не ошибаюсь. Но опять же, долг по налогам – это такая вещь, которая сейчас может быть у каждого. Проще говоря, никаких крупных долгов у Заворотнюка и её родственников нет. При этом старшая дочь актрисы признаётся, сейчас она в корне пересмотрела своё отношение к деньгам. И больше не тратит их на право и на лево. У меня началась просто какая-то настоящая взрослая жизнь. Я решила теперь очень аккуратно подходить, в общем, к своим расходам, к своим, значит, деньгам. Распоряжаться ими правильно. В Москву 27-летняя модель вернулась в марте. Но, судя по всему, ненадолго, большую часть своего времени дочь Заворотнюк проводит в Дубае. Давно не видно и мужа актрисы Петра Чернышёва, в том числе и на льду. Говорят о том, что Петя сначала был в Крыму, в Москве, а потом сейчас он уехал обратно в Америку, решает ему налоговые какие-то вопросы. Это опять же по слухам. Мы же говорим опять же, хватит слухов, да, вот из этой серии. Вот, хватит слухов, давайте, Пётр, скажите нам, вы где? Это короткое интервью популярному блогеру Пётр Чернышёв дал в конце прошлого года. Вопросов о личной жизни в нём не было. Почему никто не сделает фильм про то, что всё хорошо? Потому что мне траватор гея. Кто сказал? Как мне её найти? Кто сказал? Такого просто очень мало в жизни. Многие тогда отметили измученный вид фигуриста. Но то, что он работает много, это факт, да. Ну да, он, конечно, сдал, во-первых, извините, возраст, во-вторых, ну действительно, денег много приходилось тратить и зарабатывать. За время болезни Заворотнюк её семья ни разу не объявляла о сборе средств на лечение. Если мы вспомним историю Жанны Хриски, да, дело в том, что когда семья открывает счёт благотворительный на помощь, то есть люди финансово стараются помочь. Но здесь существует, скажем так, палка о двух концах. Люди, помогая, хотят в ответ знать подробности. Самый первый театральный педагог Заворотнюка режиссёра Юрий Кочетков не сомневается. Родственники, актрисы всё делают правильно. Судя по тому, что вот доходит до меня, и я чувствую, что ситуация всё-таки развивается позитивно. По словам врачей, сегодняшние технологии позволяют вплоть до миллиметра дойти до опухоли. При этом ткань вокруг неё не пострадает. Но стоит такая радиохирургия очень дорого. Это не только в России, но и во всём мире. Но если смотреть между стоимостью радиохирургии или обычная лучевая терапия, то радиохирургия практически в 2-3 раза дороже. Единственное, в чём сегодня нуждается Анастасия Заворотнюк и её родственники, так это в поддержке. Я уважаю их решения. Я принимаю их решения. Мы помочь ничем, к сожалению, не можем. То, что актёрам помогает в кино и на сцене, в обычной жизни порой съедает их изнутри. Сильная сторона Насти Заворотнюк – эмоциональность. У неё легко возбудимая нервная система и близкие слёзы. Мы желаем здоровья Анастасии Заворотнюка, а её родственникам силы терпения. Через нашу программу они всегда смогут сказать – хватит слухов.